Кирилл, расскажи, в чем заключается принцип работы аппарата M-Sculpt Neo. В аппарате M-Sculpt Neo сочетаются две энергии. В 2018 году появился M-Sculpt Original, в котором был только один вид энергии. Это технология Hi-FM или воздействие магнитным полем особой частоты. В данном случае это существенно более продвинутая модификация аппарата, сочетая две энергии. Он сочетает в себе RF-воздействие, ток высокой частоты и технологию Hi-FM, улучшенную, модернизированную, которая работает с мышцами. С одной стороны, Hi-FM действует на мышцах, повышает мышечный тонус, увеличивает мышечный объем. RF-воздействие уменьшает объем подкожевой клетчатки, но нагревает еще и мышцы. И вот когда мышца разогретая, она лучше откликается на магнитную стимуляцию. То есть эти две энергии, они просто работают параллельно и уменьшают время воздействия процедуры для пациента, для специалиста, чтобы он просто покороче работал. Но это существенно усиливает эффект друг друга. То есть здесь 1 плюс 1 не то что равно 2, равно 5. Потому что интенсивность, эффективность этой методики существенно возрастает. Как работает каждая технология? Hi-FM, магнитная стимуляция, работает с мышцами. Но по большому счету именно технология магнитной стимуляции не оказывает воздействия ни на кожу, ни на ПЖК, а на мышцы действует через двигательные мотонейроны. То есть подается определенное магнитное поле, меняется заряд на мембране клетки, плюс на минус. Это происходит очень часто и очень быстро. И возникает электрический импульс в нервной ткани, в двигательном нейроне. От нервной ткани он идет к мышце и мышца сокращается. Так вот, особенность в том, что этот импульс, возникающий в нервной ткани, он очень интенсивный. И ввиду этого мы получаем супрамаксимальное сокращение на мышцы и все последующие эффекты. Если мы говорим про подкожевую клетчатку, то РФ воздействие запускает процесс апоптоза, если это нам нужно. Потому что есть протоколы, стандартные встроенные в аппарат, где мы либо существенно уменьшаем объем ПЖК, как, например, в области живота, потому что зачастую все хотят именно объем в этой зоне убрать. Либо мы можем нагреть и подкожевую клетчатку, и мышцы, но без уменьшения жировой ткани. Казалось бы, где это нужно? Это мы работаем в области ягодиц. Девушки хотят получить объемные ягодицы, приподнятые, чтобы мышца стала более упругой и приподнялась. А объем подкожевой клетчатки, который немного, может быть, имеется, они спешат от него избавиться. Так вот, для этой зоны специальный режим РФ воздействия. Если мы говорим про РФ воздействие для уменьшения объема ПЖК, как, например, в области живота, то температура достигает определенных значений, и мы запускаем процесс апоптоза. Апоптоз, такой там медицинский термин, это физиологичная гибель клеток. То есть у нас все клетки в норме, они находятся в таком состоянии гомеостаза. Часть появляется, часть, которая уже старая, нефункциональная, они, скажем так, погибают через апоптоз. Это механизм, запрограммированный в нашем организме у каждого абсолютно из нас. И вот МСКОПНЕО с определенными параметрами в режиме уменьшения подкожевой клетчатки стимулирует эти процессы. И адипоцит, жировая клетка, вот она имеет такую целостную структуру, она начинает уменьшаться в размерах, потому что внутри происходит определенные процессы, она начинает уменьшаться в размерах, сморщивается и постепенно она вводится макрофагами, это специализированные клетки, которые убирают все ненужное из нашего организма. То есть этот процесс, еще раз подчеркну, физиологичный, без нагрузки на выделительную систему. И вот мы запустили этот процесс, до 30% жировой ткани вовлекается в этот процесс, адипоциты уменьшились, макрофаги их вывели. Эти две энергии, получается, работают синхронно, хайфэм увеличивает мышцу, рф уменьшает объем подкожевой клетчатки. Сколько процедур необходимо сделать, чтобы получить желаемый эффект? В среднем данную методику проводят раз в неделю. Диапазон может немного варьироваться, от 5 до 10 дней. Раз в неделю самое оптимальное. И на курс минимально 4 процедуры. Сделать одну и получить вау-эффект, который будет сохраняться год, к сожалению, нельзя. Но если мы с вами делаем курс, то опираясь на научное исследование, могу отметить, что длительность эффекта от полугода до года. Это особенно касается мышечной массы. По поводу жировой ткани, если мы убрали объем, а в сантиметрах по исследованиям в среднем уходит 5,9 сантиметров, 5,9, то если пациент в последующем не начинает потреблять чрезмерное количество калорий, то жировая ткань не нарастает. Убрали, результат получили, зафиксировали. Потом нужно его поддержать на определенном уровне, и все будет отлично. А вот касаемо мышечной ткани, то здесь нужно будет все-таки спустя полгода, кому-то год, сделать повторный курс, если в этом есть необходимость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!